Девушки отдыхают Если вы не можете неки зарядить этой самой энергией, то это никакие не неки, а мертвые слова. Помните Гумилева? И, как челы в уле опустелом, дурно пахнут мертвые слова, ник не может быть мертвым словом. Ник может быть только словом живым. О заряженности или разряженности ников я говорю лишь для того, чтобы не использовать высокого стиля, смотри выше. Слово живое это высокий стиль. А заряженность, о том, что есть заряженные и разряженные бренды, знают даже те, кто до нель зачурается высокого стиля. Все вплоть до рекламщиков. Не удалось зарядить слова и предметы, входящие в плакат или ролик, никто не кинется покупать рекламируемое. Ник, конечно же, не рекламная чушь. Но давайте все же используем по отношению к нему понятие заряженность. Ведь ник это во многом конструкция. Концентратором подлинной страсти или живого слова является аутентичный смысл, а не компромиссный, ник всегда компромиссен, смысл и конструкт. Предложить и ранним христианам пожертвовать Христом ради Рима ничего не выйдет. Но именно их вера в итоге спасла Рим, на малое время, и Византию, на тысячелетие, и всю европейскую цивилизацию. Зарядить ник страна, казалось бы, совсем не трудно. Страна является в какой-то мере естественным коллектором национальной энергии. Так-то оно так, но и не вполне так. Ибо на алтарь ник страна должны были быть положены человеческие судьбы. Убитые в Чечне и других горячих точках, их родственники, близкие, а еще социальные интересы, а еще ценности, причем далеко не второстепенные, да мало ли еще что, Но в каком-то смысле ник страна это органический коллектор энергии, а ник развития, разумеется, ник развития зарядить намного труднее, нежели ник страна. Оплатить за развитие ту или иную цену, то есть жертвовать, несомненно придется. Для того, чтобы в плане развития хоть что-то сдвинулось с мертвой точки, в жертву, да-да, жертву, Развитие должно быть принесено очень многое карьерные и клоновые интересы, идеологические предпочтения, расхождение по принципу свой-чужой, в каком-то смысле даже и социальные интересы. Но именно в каком-то смысле. Потому что нельзя требовать от сброшенных на социальное дно массы жертв во имя развития и предъявлять этим массам антижертвенную, гипергедонистическую шикующую элиту. Такая эндодигдеологическая сборка исключена. Конечно, можно сказать, что нам уже не придется чем-то жертвовать ради чего-то, что развитие будет сопровождаться неуклонным ростом благосостояния всех тру, прошу прощения, всего российского населения. Непонятен только смысл подобных благопустопорожностей. Выборы вроде бы позади, да и те, кто голосовал за неуклонный рост всеобщего благосостояния, опуская великей в урну, понимал, в жизни надо платить за все. Платить значит жертвовать. Консолидация через развитие, масштабная энергетизация понятия развития, придание слову развития жизненности, заряженности, насыщение его энергетическими вибрациями, возможно ли все это в 2009 году? В 1959 или даже 1969 году это было возможно. А теперь, о гарантированном успехе подобной энергетизации слова развития сегодня могут говорить либо абсолютно циничные, либо абсолютно наивные и неумные люди. Население как-то адаптировалось к новому базису, а также порожденной у далеко не безусловной надстройки. Оно страшно сказать адаптировалось к регрессу. Оно не ждет перемен, как в конце 80-х годов. Оно ненавидит эти самые перемены, боится их пуще всего на свете. Советский потенциал развития однулен. В лучшем случае подарен Западу, обычно в таких случаях говорят за спасибо. Но тут даже не за спасибо, а за плевок в лицо. Зарядить слово развитие в 2009 году в сотни раз труднее, чем в указанной мною выше советский период. В тысячи раз труднее, чем в 1986 метров. А ведь них два надо насыщать большим количеством достаточно высококачественной энергии любви. Это вам не реклама обуви и не политреклама. Энергетизация тут должна быть не обыкакой, а чрезвычайно мощной. Предположим, что вы осуществили слабую энергетизацию и начали проект НИК-2 рассказать, как его поломают. Людей будут переключать на то, что имеет неизмеримо большую энергийность и притягательность. Вы им про развитие, а ваши конкуренты, ну не про карабах, как в конце 80-х годов прошлого века, а про очкирийскую независимость. Или про ритуальное убийство царя и времени. Мало ли про что, найдется про что. Зарядить нечто соседней энергии конкурирующей любви, или энергии ненависти, что, мы не помним, как исполнялся подобный номер в различные эпохи нашей истории, в перестроечные годы в том числе. Помним мы про это. Помним мы про то, как преодолевались тогда те или иные энергетизации, нацеленные на деструкцию. Есть такое простое понятие натравить. Люди недовольны. Они иногда вообще не знают точно, чем они недовольны. Люди не всегда, кстати, знают, чем они недовольны. А уж чем они конкретно недовольны, это бы они, как ни странно, очень часто не знают. Но это не значит, что нет недовольства. Оно может быть ни на что не замкнуто до поры до времени. И при этом разлито в воздухе. Пока оно разлито в воздухе, нет инструмента реальной деструкции. Инструмент появляется только тогда, когда вся эта разлетает в воздухе. Энергия недовольства замыкается на нечто конкретное. Например, на какого-нибудь раздражающую политическую фигуру. Таковой может быть одиозный политик, коррумпированный чиновник, начальник, не справляющийся с ситуацией, знаковое лицо, с которым та или иная нация связывает свои бедствия, и так далее. Итак, деструкторам для того, чтобы начать действовать, нужно замкнуть разлитое в воздухе недовольство на конкретный раздражитель. То есть этот самый предмет насытит негативной энергией. Между прочим, предметом может быть не только человек, но и... Когда-то, где-то, для кого-то Лубянка, когда-то, где-то, для кого-то Макзолей, когда-то, где-то, для кого-то памятник Пушкину и так далее. Как только разлетает в воздухе деструктивная энергия замыкается на конкретный раздражитель, можно обеспечить некое начальное действие. Разрушить памятник, атаковать правительственное здание, в котором находится одиозная фигура. Это начальное действие вызывает противодействие. За счет такого противодействия действие, во-первых, усиливается. Но это не все. Тут обычно изменяют саму направленность действия. Как? Сопрягая частные с общим, одиозную фигуру с государством. Для противодействия деструкции надо помешать такому сопряжению. Буквально разорвав ложную связь между частным и общим. В национальном регионе кипят страсти. Кто-то канализирует всю эту негативную страсть и выдвигает лозунг. Далой Визирова. Первый секретарь СКПС Азербайджана в конце 80-х, а то и Далой Горбачева. Толпа кидается на здание, где находятся визиров. Милицию ее туда не пускает. Толпа еще больше заводится. И тут кто-то меняет лозунг. И вместо Далой Горбачева выкрикивается Далой Сор. Или для русских. У вас есть минимальное время на то, чтобы эту ложную связку разорвать, чтобы помешать перенести негативную энергетизацию из частного на общее. Как это делается? В каждом конкретном случае это делается по-разному. Но в принципе общая схема существует. И она отражена даже в блинах. Не заради князя Владимира, а заради земли свято-русской, заради жен, сирот, детей и малых. Так Илья Муромец, посаженный князем Владимиром в узелище, униженный ему поругомный, объясняет, почему он будет защищать ненавидимого князя от иноземных орд. Не князя, мол, он будет защищать как нечто частное, а нечто общее. И не надо, мол, подменять одно другим, осуществлять ложные сопряжения. Что это значит применительно к тому, что мы рассматриваем теперь? Вы, вводя новый ник, должны сказать, не заради земли свято-русской, не заради Родины, а заради развития. Тогда вас попросят объяснить, что это такое. Кто будет объяснять и на каком языке? Это полностью определяется вашим активом. Как политическим, так и административным. Полюбить можно лишь узнаваемо. И в узнаваемости своей находящий отклик в душе. В недрах нынешнего незастой должны найтись люди, адекватные темы развития. И обсуждающие ее серьезно, профессионально и страстно. Страсть это не истерика, не пафос, не трескучий болтанья. Русская классика давно тут все определила с абсолютной точностью. Я знал одну лишь дума власть, одну напламенную страсть. Где дума власть, там и страсть. Человек может быть сух и конкретен. Но при этом абсолютно сосредоточен на этой главной и единственной думе. А раз так сосредоточен, то и серьезен. Это можно уподобить огню. Когда огня, что называется, да и больше, общество напоминает кипящую лаву. Когда огня становится меньше, с общества не происходит то же, что и с этой лавой. Остывая, она покрывается коркой. Или корустой. Это остывшая коруста, корка, и представляет собой застой. Чем толще корка, тем всепобедительнее застой. Пока под коркой есть огонь, окончательная побега застой невозможна. Но при очень толстых корках лава меняет качество. Она сама, не корка, а лавовый остаток, наполняется ядовитыми газами, другими продуктами подкорочного метаболизма. Борясь с застоем, вы пробиваете корку, пусть выйдет лава. А лава-то уже того, в этом одна из тайн так называемой перестройки. Но об этом позже. Сейчас окорье застой. В ней самой нет огня серьезности, страстности, глубины. Но под ней огонь еще теплится. Под коркой Брежневского застоя была, например, не до конца остывшая советская проектная лава. И пока она была, пока шло от нее какое-то остаточное тепло, даже не хватавшие звезд с неба аппаратчики могли говорить на языке ампицу развития. Языке, хранящем память об этом самом огне. А были тогда и другие люди, люди огня. А...